Здравствуйте! Это вопросы доктору. Я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Воспаление суставов, такие пациенты часто бывают у нас в центрах лечения боли, и мы делаем разные процедуры. Эффективно это или нет? Как лечить воспаление суставов? Простые вопросы. Воспаление суставов нужно лечить у специалиста. И специалисты двух разных профессий медицинских занимаются лечением суставов. Это ревматологи, если суставы болят разные, если они болят одновременно, больше двух. Либо если это один конкретный сустав, и его болезнь связана так или иначе с травмой, то травматологи и ортопеды. Если у вас есть проблемы с суставами, стоит обратиться к специалисту. Но в принципе есть консервативные методы лечения суставов. Ортопеды-травматологи часто занимаются хирургическими вмешательствами. И если сустав можно вылечить с помощью ортроскопии, немножко его почистить, починить изнутри, то это замечательно. В тех случаях, когда сустав так полечить не удается, и он сильно болит, и боль уже беспокоит вас ночью, сустав нужно заменять на искусственный. Искусственные суставы не болят, и это, безусловно, успех медицины. Все ли методы лечения эффективны? Вы знаете, существует большое количество эффективных методов лечения воспаления суставов. Это и внутрисуставные инъекции, и какие-то таблетки, и физиопроцедуры, физиолечения, не говоря уже об операциях. Есть методы лечения, которые сегодня не имеют доказательной базы, применение различных препаратов, которые бездоказательные, которые часто, к сожалению, еще назначают наши врачи. Ну, из серии гомеопатии, всевозможные ЦЛТ, алфлутопы, и вот эти вот все препараты из прекрасного списка препаратов с недоказанной эффективностью. Вот это делать точно не надо, а все остальное, ну, пожалуйста. Как облегчить боль в домашних условиях? Если эта проблема острая, и она вот так возникла сейчас, и к врачу быстро не попасть, конечно, первое, что нужно сделать, это купить противовоспалительные таблетки. Они в любом случае помогут, они уменьшат боль, уменьшат воспаление. И единственное, что у них есть определенные противопоказания, и стоит об этом побеспокоиться. Не все продаются без рецепта, и это тоже правильно. И самое главное, то, что их нельзя принимать бесконтрольно долго. Мы никогда не назначаем противовоспалительные препараты, курсом больше двух недель, без дополнительных анализов и без назначения врача. Поэтому, пожалуйста, если боль сейчас острая, примите лекарства, но немедленно запишитесь к врачу и разберитесь, в чем же причина боли в ваших суставах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!